Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. На зиму хватит. В Могилевской области заложат в стоп-фонды свыше 14 тысяч тонн плодовощной продукции. Хранилище рассчитано на 20 тысяч тонн картофеля. Какие хозяйства предели? Средь бела дня на Крылово произошел пожар. Как она мы два закоррепим? Что стало причиной? Быстрее, выше, сильнее в Бобруйске прошла республиканская спартакиада. Собрали для того, чтобы сразиться. У кого первое место? А также торговый потенциал, черное золото и вирусный сезон. С октября стартует вакцинация против гриппа. Кто в группе риска? Цель номер один – выйти на заветный миллиард в торговле. Президент провел переговоры с губернатором Ленинградской области. Накануне, как стало известно во время встречи, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону совместное производство самолетов небольшой вместительности, а также строительство второй железнодорожной ветки из Беларуси в Санкт-Петербург и область. По второму проекту уже подготовлен пакет документов. Это необходимо для того, чтобы была возможность перевозить большие объемы грузов в российские порты и оттуда работать на весь мир. С вашей помощью мы переориентировали логистику, и наши производители вновь имеют возможность торговать и в Азии, и в Латинской Америке, и в Ближнем Востоке, и в Африке. Мы будем это направление укреплять. Для многих западных политиков стало настоящим открытием, что мир гораздо шире их узких представлений о нем. Ну, как обычно, решили по-русски. Давай в драку вяжемся, там будет видно. Оказались, если не русские, то и не получится. Благодаря промышленной кооперации нам удалось максимально эффективно использовать сильные стороны друг друга для достижения так называемого технологического суверенитета. Это позволит не только дать ответ на любые попытки давления Запада, но и создаст новую здоровую конкурентную среду внутри нашего Союза. Кроме того, белорусские предприятия активно участвуют в строительстве Высоцкого зернового терминала в Выборгском районе, которое будет обладать мощностями по хранению 210 тысяч тонн зерна. С регионом у нашей страны давно сложилось прочное сотрудничество. В 2022-м взаимной торговли между Белоруссией и Ленобласти у более 834 миллионов долларов. По итогам года цифра будет значительно выше. Ничего не предвещало беды. На Крылово загорелась квартира. ЧП произошло после обеда. 79-летняя хозяйка в этот момент была на даче. Спасатели вызвали соседи. Огнеборцы ликвидировали пламя. Пострадало имущество. Не исключено, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание. Однако в этом еще предстоит разобраться специалистам. Мы все проверили, мы уезжали. Мы всегда все перекрыли. Все, что можно было. Катаном и два закорректируем. Пожар произошел и на территории ГСК-2. В гараже загорелась легковушка. Всего за последнюю неделю в Бобруйске и районе случилось 4 ЧП. Обошлось без жертв. Современные фермы, качественные дороги и на старт внимание марш. В Беларуси изменили минимальный возраст для занятий некоторыми видами спорта. Куда можно записать ребенка 6 лет. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. К концу 2024-го в стране появится 60 новых молочно-товарных комплексов. Вывести отрасль на высокий уровень – задача на ближайшее время для белорусского АПК. Соблюдение требований зоотехнических и ветеринарных норм в отношении поголовья на жестком контроле президента. В северном регионе в течение 7 лет буренок планируют перевести на круглогодичное стойловое содержание. Меньше недели остается до старта массовой прививочной кампании от гриппа. Она продлится всю осень. Вакцины уже поступают в регионы. На выбор три препарата – российского, французского и швейцарского производства. В первую очередь медики рекомендуют пройти иммунизацию детям от 6 месяцев до 3 лет – беременным, людям пожилого возраста, а также тем, кто имеет хронические заболевания и много контактирует с окружающими в силу профессиональных обязанностей. Беларусь нефть нацелена на наращивание объемов черного золота. Перспективы напрямую связаны с большим участком работы по сейсморазведке. Геологи приступают к освоению беспрецедентных масштабов, которые планируется изучить в ближайшие полтора года. Речь об уникальной Майско-Макеевско-Днепровской площади в пределах Реческого, Лоевского, Светлогорского и Калинковичского районов. Госконтроль проверит качество автодорог. По 28 сентября в Беларуси будет работать горячая линия. Сообщить о фактах некачественного или несвоевременного ремонта покрытия можно по короткому номеру 191. Ведомстве готовы выслушать предложения по повышению эффективности обновления транспортных артерий. Информацию можно отправить также в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. Беларуси изменили минимальный возраст для занятий некоторыми видами спорта. Теперь бейсбол и фристайл доступен для детей с 6 лет. Современная пятиборья и шорт-трек с 7, греко-римская борьба, водное поло и триатлон с 8. Отныне увлекаться тяжелой атлетикой девочки могут с 11, а не с 13 лет, как было ранее. Решение принято в соответствии с международной практикой. Продовольственная безопасность в Могилевской области планируется заложить в ТАП-фонды свыше 14 тысяч тонн плодоовощной продукции. Запасы на межсезонный период будут формироваться по мере уборки сельскохозяйственных культур. Сейчас с полей вывозят картофель и лук. В конце октября приступят к уборке моркови, капусты и поздних яблок. В закромах будут храниться также репчатый лук и свекла. Участие в закладке принимают 6 организаций области и фермерское хозяйство Бавруйского, Глузского, Кировского и Могилевского районов. Уборка урожая ведется повсеместно. В среднем в день мы загружаем около 500 тонн картофеля. Хранилище рассчитано на 20 тысяч тонн картофеля, то есть 15 тысяч продовольственных, а 5 тысяч семенов. Весомый вклад в продовольственную безопасность регионам несет областная потребка операции «8 райпо». Созданы необходимые условия, чтобы на весь период хранения овощей и фрукты не теряли товарного вида и вкусовых качеств. Закладка стаб-фонда завершится 15 ноября. На полке магазинов продукции начнет поступать с 1 декабря. Командный дух и профессиональное единство. В Абруйске прошла седьмая республиканская спартакиада работников Минэкономики. Плавание, настольный теннис, дартс, волейбол, мини-футбол и легкая атлетика. Участие приняли 180 специалистов. О том, как это было, далее. На стадионе «Спартак» дают старт республиканским соревнованиям среди работников Минэкономики. Глава ведомства Александр Червяков желает участникам высоких достижений и блистательных успехов. И добавляет, сплоченность коллектива важна не только на экономическом, но и на спортивном уровне. Не профессионалы, не специалисты, не спортсмены, а просто экономисты служб регионов, министерств собрали для того, чтобы сразиться не на полях боя, а вот здесь, на спортивной площадке. Мини-футбол, волейбол, настольный теннис, дартс, плавание, легкая атлетика. На протяжении трех дней участники испытывают свои силы в разных направлениях. В составы команд входят самые смелые, способные и активные представители организации – 180 человек. Атмосфера на площадках пропитана здоровой конкуренцией, радостью общения и командным духом. Благодаря вот этим соревнованиям мы встречаемся здесь, общаемся с нашими коллегами и показываем те спортивные результаты, которым стремимся на протяжении этого года. Что помогает нам достигать наших результатов – это, наверное, любовь к спорту и, конечно же, стремление быть первыми, лучшими и показать себя с лучшей стороны. Участники признаются, они приехали не только поучаствовать, но и пообщаться и хорошо провести время. Кроме того, это прекрасный повод объединиться для решения любых, даже самых сложных задач в интересах экономики и страны. Вообще, участие в этой спартакеаде – это не только спортивные показатели, но это новые знакомства, какие-то интересные встречи, которые, возможно, в дальнейшем, конечно, мы будем продолжать. Ехали в надежде не только на победу, но и на общение с коллегами в первую очередь, поближе познакомиться и увидеть друг друга. Здесь нет профессиональных спортсменов, но есть здесь люди, которые заряжены здоровым образом жизни и стремлением быть вместе и работать вместе. Спартакеаде традиционно завершается награждением победителей – лучшим коллективом медалей, кубки и грамоты. Первое место занимает команда Могилевского региона, на втором и третьем – Брестская и Витебская области. Ольга Васенда, Елизавета Лепеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Плановое отключение в Бобруйске в некоторых районах временно не будет света. 27 сентября с полдесятого утра до четырех дня приостановят подачу электроэнергии на улицах 1 мая, Кирпичной, Ульяновской, а также в переулках Бумашково и Зои Космодемьянской. В это же время, 28 числа, стоит подготовиться жителям Гагарина. Все отключения связаны с плановым техническим обслуживанием оборудования. Это работы как на воздушных линиях в зоне частного сектора, так и на самих трансформаторных подстанциях, поэтому без отключения мы не можем эти работы выполнять. Можно подключить бесплатную услугу СМС-оповещения, чтобы первым узнавать о плановых отключениях электроэнергии. Более подробная информация на сайте Могилев Энерго. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый бурный вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!